Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универтова. И сегодня в нашей программе ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров избран 8 сентября депутатом Государственного Совета Республики Татарстан. Телегация Казанского Федерального Университета во главе с Ильшатом Гафуровым с визитом посетила Республику Таджикистан. 3 сентября этого года в Казанском Федеральном Университете подвели итоги конкурса на соискание медали и премии на имя великого русского математика, ректора Казанского Императорского Университета Николая Ивановича Лобачевского. Пресс-конференция по итогам приема 2019-2020 в Казанский Федеральный Университет прошла в информационном агентстве Татаринформ с участием ректора Ильшата Гафурова. Очередное заседание дискуссионного клуба состоялось в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета. Тема «Трансляционная медицина. Правовые, бюрократические и этические барьеры». Ректор Ильшат Гафуров принимал участие в программе. Публичная лекция основателя и председателя Совета директоров корпорации «Хайер» господина Джань Джуймина состоялась в Казанском Федеральном Университете. 8 сентября состоялись выборы в Государственный Совет Республики Татарстан. Поздравляем ректора Казанского Федерального Университета Ильшата Гафурова с избранием в качестве депутата Госсовета Республики Татарстан по Апастовскому избирательному округу. 8 сентября в России прошел единый день голосования. В Татарстане жители выбирали Государственный Совет Республики Шестого Созыва. В ряде округов прошли до выборов в представительные органы муниципалитетов. Избирательные участки в Татарстане открылись в 7 утра, а завершилось голосование в 20.00. В Татарстане было создано 2811 участковых избирательных комиссий, в том числе участки в местах временного пребывания избирателей, в больницах, санаториях, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту. Явка по Республике Татарстан составила 70,15%. Ректор КФУ Ильшат Гафуров избирался от Апастовского избирательного округа. На выборах он набрал 92,6% голосов. Общая явка из жителей округа составила 95%. Мало кто сомневался в избирании Ильшата Гафурова, поскольку это уже не первый выбор в этом округе. И ректора КФУ достаточно хорошо знают в регионе. К тому же Ильшат Гафуров часто гость в избирательном округе. Важно и то, что с районами ведется большая и активная работа. Помимо регламентного повышения квалификации, учителя Апастовского района имеют возможность получать поддержку от Казанского федерального университета. В частности, для учителей иностранных языков организованы специализированные курсы. В августе Ильшатом Гафуровым было подписано соглашение, которое будет предусматривать оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям района с использованием возможности университетской клиники, так и повышение квалификации врачей. На минувшей неделе состоялось очередное избрание ректора КФУ в очередной состав Государственного Совета Татарстана. Без сюрпризов, буднично, если не сказать, незаметно. Собственно, спокойный, аполитичный, электорально управляемый избирательный округ, по которому уже не первый раз выдвигается Ильшат Гафуров, и который включает в себя четыре сельских района, Апастовский, Кайбетский, Титюрский и Камско-Устинский, делает избрание в нем занятием вполне комфортным и предсказуемым. Но даже будучи в известной степени формальностью, нынешняя предвыборная кампания в парламенте Татарстана, Ильшата Гафурова, имела весьма интересные нюансы, которые касаются как его избирателей, проживающих в этих четырех районах, так и вверенного ему Казанского университета. Речь идет о новых идеях, которые появились в предвыборных выступлениях ректора КФУ. Если прежде Ильшат Гафуров выступал перед избирателями от лица высшей школы, которую он представлял, и поэтому кандидат педалировал близкую ему с профессиональной точки зрения тему образования, обращаясь в первую очередь к педагогам и родителям школьников, то сегодня в его арсенале появилась тема, которая может оказаться значительно интереснее и насущнее для куда более широкого круга его избирателей. Эта тема медицина возникла не случайно. В университете идут серьезные подвижки в деле организации так называемой новой медицины, цифровой медицины, которая позволит значительно улучшить качество медицинской помощи для населения, особенно в деле ранней диагностики опасных заболеваний, онкологических, сердечно-сосудистых, тех заболеваний, с которыми нынешняя система здравоохранения катастрофически не справляется. Так вот, на августовском педсовете в Камско-Устинском районе, помимо уже традиционной методологической помощи учителям, которые организуют университет, прозвучало и предложение организовать систему дистанционного диспансерного наблюдения. Для начала среди учителей этого и других районов, входящих в избирательный округ Ишата-Гафурова, а дальше, возможно, и остальных жителей. Подобная система сейчас активно разрабатывается в университете для его клиники. Суть дистанционной диспансеризации в том, что контроль за состоянием здоровья граждан возьмет на себя не участковый терапевт, точнее, не только участковый терапевт, а специальная компьютерная программа. Причем данное состояние здоровья программа будет получать в режиме онлайн, в том числе посредством гаджетов, снимающих показания у участников этой программы в постоянном режиме. В случае появления первых признаков заболевания программа даст тревожный сигнал и направит пациентов к профильному специалисту. Такое онлайн-наблюдение выгодно отличается от практикуемой ныне ежегодной, в лучшем случае ежегодной, диспансеризации населения. Другое выгодное отличие этого метода – возможность почти неограниченного масштабирования цифровой диспансеризации, которая ограничивает лишь возможности серверов. Это не фантастика, подобные цифровые участковые терапевты уже внедряются в отечественную клиническую практику, пусть и на уровне экспериментов, например, в одной из больниц подмосковного города Одинцова. Казанский университет все равно будет внедрять эти инновации в свою клинику, испытывать их, расширить эти испытания и на районы входящего избирательного округа его ректора. Это очень выигрышная электоральная идея, тем более, что цифровые технологии позволяют это сделать без каких-либо дополнительных затрат. С другой стороны, оформление социально значимых разработок университета формы предвыборных обещаний Аль-Шата Гафурова вероятно станет дополнительным стимулом для внедрения этих разработок в жизнь, скорейшего внедрения, стимулом для всех участников реализации этих обещаний. Таджикистан считается одним из древних государств в мире. Площадь более 143 тысяч квадратных километров. Население более 9 миллионов. Развитые горнодобывающие, металлургические, химические, строительные, текстильные, пищевые промышленности. Особую привлекательность Таджикистан получил благодаря уникальной природе, включая горные массивы Памира. Кроме того, здесь множество исторических памятников. Таджикистан, к тому же, считается одной из самых безопасных стран Центральной Азии, несмотря на то, что страна пережила в 90-е годы трагические времена гражданской войны. Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетила с визитом Республику Таджикистан. Программа визита делегации Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым в Таджикистан была насыщенной и весьма плотной. Состоялось посещение посольства Российской Федерации в Таджикистане, встречи с министром образования и науки Республики Таджикистан, министром здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, ректорами вузов Таджикистана, представителями высших учебных заведений Худжанда. Речь шла о возможности открытия в Душанбе медицинского колледжа и лицея с углубленным изучением отдельных предметов для 9 и 11 классов. Состоялся осмотр здания будущего колледжа площадью 7000 квадратных метров. Таджикская сторона обеспечит ремонт, а КФУ предоставит все необходимое оборудование для обучения. Поднималась тема сотрудничества с университетской клиникой КФУ в области предоставления медицинской помощи, которую Таджикистан оказать не может. В медицинском центре ШИФО состоялось ознакомление с возможностями клиники, обсуждение перспектив привлечения ресурсов университетской клиники КФУ для лечения пациентов в Таджикистане. В фармакологическом заводе Везо Фармацитиклс обсуждалась перспектива внедрения результатов исследований, проводимых учеными КФУ в производство. Во время визита шли переговоры и о возможности организации летних и зимних школ для детей из Таджикистана на базе лицея в КФУ. Встреча, организованная Россотрудничеством в городе Худжанти, собрала 32 преподавателя русского языка и литературы. Речь шла о вопросах методики преподавания русского языка и литературы в таджикских школах и вузах. Подняты вопросы повышения квалификации педагогов-русистов на базе Казанского федерального университета. Поднимались также вопросы, связанные с расширением сотрудничества КФУ с образовательными и медицинскими учреждениями Сагдийской области. Итак, 3 сентября 2019 года в Казанском федеральном университете подвели итоги конкурса на соискание медалей и премии на имя Николая Ивановича Лобачевского, великого русского математика, ректора Казанского императорского университета. Международные жюри в составе 17 ведущих ученых из России, Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции и Швейцарии тайным голосованием присудили победу Даниэль Вайсу, канадскому математику. Премия присуждается раз в два года. В 2017 году лауреатом стал американский математик Ричард Шен. В 2019 году Даниэль Вайс удостоен премии за доказательство знаменитой гипотезы Хакина. Попечительский совет Казанского федерального университета, председателем которого является президент Республики Татарстана Рустам Мениханов, выделяет сумму 75 тысяч долларов на премию, которая торжественно будет вручена 2 декабря 2019 года в Императорском зале Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете состоялось заседание международного жюри по присуждению медали и премии имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Номинанта могли выдвинуть либо члены Российской академии наук, либо член-корреспонденты, также члены КОР или академики Академии наук Татарстана, либо других каких-то академий зарубежных, признанных во всем мире. Кроме этого, это могли быть какие-то государственные учебные заведения российские, и это выдвижение должно было сопровождаться мотивационным письмом определенным. То есть мало того, что это должно быть какой-то формальный документ, это должно было быть письмо-объяснение, почему именно и за какие именно достижения этот человек номинируется на премию Лобачевского. В конкурсе на сыскание медалей премии имени Лобачевского могли участвовать российские и зарубежные ученые. Это были работы из области геометрии, разные направления геометрической науки и ее приложения, по теории чисел, алгебры, математической логике, математическому анализу, функциональному анализу, комплексному анализу, по приложениям, теории вероятности, математические статистики. На заседании присутствовало 11 человек. Среди них проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, директор Института математики и механики имени Лобачевского КФУ Екатерина Турилова, профессор КФУ Марат Арсланов. Среди восьми выдающихся работ мы должны выбрать одну работу. Это ясно, что трудные и весьма ответственные задачи. Медали премии носят имя Николая Лобачевского, великого русского математика, основателя неевклидовой геометрии, ректора Казанского университета. Всего на участие в конкурсе подали заявки 21 человек. Некоторые кандидатуры были отсеяны ввиду того, что их работы были представлены не по правилам. В итоге осталось 8 номинантов на премию. Объявление лауреата медали премии имени Лобачевского прошло в шоуруме Казанского федерального университета. Медали премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Награда, присуждаемая Казанским федеральным университетом в целях поощрения ученых за научные труды, научное открытие и изобретение, имеющие важное значение для науки и практики в области фундаментальной и прикладной математики. По итогам работы международного жюри по присуждению медалей сопутствующей денежной премии имени Лобачевского был удостоен профессор Канадского университета Даниэль Вайс. Денежная премия в 2019 году составила 75 тысяч долларов США. Премию, которую получил Вайс, это сложная математическая проблема, которая решалась этап за этапом. Речь идет о топологии. Топология – это части пространства, как они связаны друг с другом, как их можно склеивать. Заявки на участие в конкурсе на соискании медалей и премии имени Лобачевского принимались до 30 июня 2019 года. 4 сентября 2019 года в голубом зале главного здания КФУ состоялась встреча Ильшата Гафурова с членами международного жюри по присуждению медали и премии имени Лобачевского. В ходе беседы обсудили результаты присуждения премии 2019 года и перспективы дальнейшей работы жюри. Я хочу сказать вам огромное слово благодарности за то, что вы, во-первых, дали согласие и работаете в составе нашего международного совета по непростым вопросам, поскольку выбирать всегда тяжелее, чем вручать. Мехмат стал расти, увеличилось количество победителей. Разного уровня Олимпиад, в том числе и Сироса, которые увеличилось количество стопальников. Самый, как мы говорим, по качеству ЕГЭ, выдающийся выпускник этого года из Татарстана, который набрал почти 400 баллов по результатам четырех экзаменов, стал студентом механико-математического факультета. И узнаваемость и математиков наших, и прежде всего структуры, где они находятся, институты, стало еще лучше. Участие во встрече с ректором КФУ приняли представители жюри конкурса. Всего в состав международного жюри входит 17 ведущих ученых из России, США, Германии, Франции и Швейцарии. 3 сентября 2019 года в шоуруме Высшей школы журналистики назвали имя лауреата премии Николая Ивановича Лобачевского. Напомню, что путем тайного голосования в первом же туре 9 членов жюри присудили победу Даниэлю Вайсу, канадскому математику, специалисту в области геометрической теории групп и трех многообразий, профессору математики в университете МакГилла. Он был в числе номинантов премии имени Лобачевского еще в 2017 году. Канадский математик Даниэл Вайс – это выдающийся математик, у него замечательные достижения. В частности, он решил знаменитую проблему гипотезы Хакена. Это фактически гипотеза, которая определяет магистральное направление развития некоторых областей математики. И поэтому его достижение имеет очень большое значение для будущего математики. Первое, что нужно было, мне кажется, сделать, это поменять состав жюри. То есть, либо его расширить таким образом, чтобы можно было охватить и покрыть все области математики. А если этого не делать, то тогда получается некоторый перекос в оценках. Это первая проблема, мне кажется. То есть, на будущее, вот скажем, через два года, если будет объявляться, и снова будет отъявлено, что статус подачи на конкурс касается всех математиков, включая математику прикладную, то нужно изменить и состав жюри соответственно. И не только это, потому что кроме состава жюри нужно иметь заранее подготовленную армию рецензентов. Потому что нет человека, который сам может лично оценить все работы по всем областям. Ну, действительно, у нас, Виктор, наш институт, наша математика сегодняшний день больше позиционируется не в области геометрии, а в области алгебры, анализ, прикладная математика. Поэтому мы будем через разное расширить. Теперь состав Совета. Мы расширили. Пять новых членов появилось. Вот Сергей Владимирович представляет теорию счетов. Екатерина Александровна теория, реальность и математические статистики. Появились еще другие новые члены. Но, с другой стороны, если даже мы составим 100 человек жюри, все равно будут работы, в которых ни один из этих 100 членов не будет специалистом. Математика настолько широкая наука. Мы организовываем рецензии, о которых вы говорили. Из 12-й, из 4-й работы мы отклонили на основании вот этих рецензий. А что касается работы японского математика, в России, и не только в России, и во всем мире, я десяткам ученых обращался с просьбой, чтобы они дали рецензию на эту работу. Не нашелся ни один человек. Понимаете? Хотя вот только что Таюрский ушел, он с ним встречался. И, слава богу, этот математик японский, он там известен очень. Он снял и сказал, хорошо, но если бы его... Мне так объяснили, что большинство его публикаций вообще на японском языке очень мало. На русском вообще нет, на английском тоже. Да, и не однозначно. И он, ну, японцы вообще народ такой, они очень с большим таким пиететом относятся к оценочным делам. И он говорит, если меня отклонят, будет хуже, чем я вообще не участвую. Я еще подготовлюсь, я обязательно, как он сказал, подам на следующий конкурс. Все, что вы сказали, я вот записал себе, да, и я тоже обслужу и в коллективе, мы отдельно поговорим. Нам просто нужно, чтобы математики, ну, в стране тоже остались. Я понимаю, что вот Федор Алексеевич, он работал там, в Нью-Йорке, вот другие наши коллеги. Но нам нужно, чтобы мы сохраняли. Когда нам говорят, вот только что я с журналистами встречался по результатам приема, говорят, ну, а что, вот, 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 вы знаете, вот там лучше, там еще лучше, а вот там вообще прекрасно. Я говорю, во-первых, вы когда-нибудь там были, там где прекрасно, вы, во-первых, не были. Во-вторых, там жесткая конкуренция, намного, может быть, жучее, чем у нас. Да, и особенно об этом начинаешь понимать, когда переходишь через определенный возраст. Когда молодой и здесь хорошо, и там, как бы, и первым поколением, и в любом случае там чужие. На днях Казанский федеральный университет определил обладателя математической премии имени Лобачевского. Премию вручает наш университет. Премия достаточно весомая. Это 75 тысяч американских долларов. Обладателем премии стал американский математик Дэниел Вайс, который трудится профессором математики в стенах университета МакГилл в канадском городе Монреаль. Премию Дэниел Вайс получил за исследование в области доказательства так называемой гипотезы Хакена. Это довольно-таки сложный раздел математической науки, топология. И гипотеза Хакена является там одним из краеугольных камней. Соответственно, решения и доказательства этой гипотезы открывают новые магистральные пути для развития математической топологии. Были разговоры о том, справедливо ли вручать премию не нашему соочищественнику, а какому-то американцу. Но, смею вас заверить, что вручение премии происходило максимально объективно. Во-первых, над определением лауреата этой премии трудился коллектив из 17 ведущих ученых из различных стран мира. Это и Россия, это и США, и Германия, и Франция. И, соответственно, подход к обладателю премии носил максимально объективный характер. Всего было отобрано 20 ведущих и интересных работ, и в результате был выбран Дэниел Вайс. Примечателен еще тот факт, что Дэниел Вайса выдвинул наш соочищественник. Это русский профессор математики из Института Куранта Нью-Йоркского университета Михаил Громов. Хочется подчеркнуть, что вручение такой премии американцу было совершенно объективным и соответствовало всем критериям научной истины. Более того, примечателен интерес конкурсантов к данной премии. Нас заявили действительно очень весомые математики, которые заявили очень интересные работы. Тем самым подчеркивается престижный характер этой премии в математическом сообществе. Следует сказать и отметить отдельно, что премия имени Лобачевского это премия достаточно сложной, но интересной судьбой. Впервые эту премию начали вручать в 1893 году и регулярно вручали ее вплоть до сталинских времен. Потом наступил очень длительный перерыв и были одиночные попытки возрождения этой премии. И теперь эта премия с 2017 года вручается в нашем Казанском федеральном университете на регулярной основе. И уже за столь короткое время она успела завоевать заслуженный международный авторитет, что означает костяное признание высокого места нашего университета в системе мировых университетов. Пресс-конференция по итогам приема 2019-2020 прошла в информационном агентстве Татаринфорум с участием ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Смотрим наш репортаж. В информационном агентстве Татаринфорум прошла пресс-конференция, посвященная итогам приема абитуриентов в Казанский федеральный университет на 2019-2020 учебный год. В общении журналистами приняли участие ректор Кафуэль Шат Гафуров, первый проректор Ильяс Минзарипов, а также ответственный секретарь приемной комиссии Олег Бодров. Подводя итоги, можно сказать, что приемная кампания в этом году завершилась успешно. Казанский федеральный университет улучшил свои показатели как по среднему балу ИГЭ. Он составил 80,4 балла, так и по востребованности среди абитуриентов. Контрактных мест запланировано было 6704, бюджетных мест 5345. Фактически прием на бюджетные места он завершился, все бюджетные места заполнились, никаких проблем с набором у нас в этом году, как в принципе и в прошлые годы не было. Так вот, план приема иностранных студентов, который мы себе поставили, 2485. На этот год на данный момент заключено 2515 договоров, из которых большая часть на сегодняшний день уже оплачена. Ежегодно в Казанском федеральном университете увеличивается число иностранных студентов. По состоянию на 29 августа в ВУЗ было подано более 11 тысяч заявлений от 6 тысяч иностранных абитуриентов и 41 страны мира. При этом наибольший интерес к обучению в ВУЗе проявляют выходцы из Китая, Ирака и Турции. Ректор Кафуль Шадгафуров отметил, что в этом году из Японии в Казани будут учиться около 40 человек. Мы выиграли грант на академическую мобильность, грант правительства Японии на то, чтобы 100 японских студентов в течение года обучалось у нас по разным уровням программы. Они начинают с двухнедельной и эти сроки увеличиваются нахождения у нас. И 70 наших студентов на территории Каназарского университета в Японии. Там по всем практически направлениям начинают инженеров будущих, заканчивая врачами и айтишниками нашими. Такая договоренность нужна для улучшения взаимоотношений между бизнес-структурами Японии и России. Отдельно затронули и вопрос приема высокобальных абитуриентов и абитуриентов победителей и призеров Олимпиад. Так, в этом году в КФУ зачислены 94 абитуриента, набравших 100 баллов по одному или нескольким предметам, что на 9 человек больше, чем в прошлом году. В их числе Рамиль Багиев, который за 4 предмета набрал 399 баллов. Он будет учиться в Институте математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского. Есть отдельные стипендии для тех, кто поступает по результатам высоким на входе, поскольку мы считаем, что они должны иметь возможность и учиться, и получать какие-то бонусы. Обучение в КФУ в этом году начнется лишь 16 сентября. Это связано с тем, что университетские общежития в деревне Универсиады были отведены под место жительства участников недавно завершившегося чемпионата рабочих профессий. К этому событию в деревне Универсиады более 225 тысяч квадратов в течение полутора месяцев приводили в надлежащий вид. Работы велись не только в деревне, обновили фасады из старых общежитий, ремонты идут и в учебных зданиях. Большие работы идут внутри института межкультурных коммуникаций. С 16-го часа все будет готово. Сейчас идут ремонтные работы. Все реконструируется, помещение, здание по Кремлевску. Это бывший филиал Прихановки. Я думаю, тоже чуть попозже будут завершены работы, поскольку там на самом деле большой достаточно объем. это знаете где, то есть это бывший филиал Прихановки, напротив, рядом с главпостом, там напротив Кремлевский 25. Значит, далее, если говорить, ну во всех зданиях больше или меньше ремонт проходит. В Елабужском филиале ремонтные работы прошли, там к фестивалю были подготовлены и сейчас на, по-моему, мы выиграли грант федеральный и под этот грант там будет создаваться центр технической подготовки в том числе и школьников. А там мы по условиям гранта где-то до 30 миллионов, от 25 до 30 мы должны привести в порядок по их требованиям, по их дизайну работы. Ректор уверен, что от хорошо развитой инфраструктуры университета зависит до 16% качества образования. Поэтому в этом году на все вышеперечисленные работы было потрачено более 1 миллиарда рублей. Важными в свете последних тенденций развития образования в Республике Татарстан являются также показатели приема на полилингвальные программы. По региональному заказу в рамках приемной кампании 2019 года на такие программы на конкурсной основе было зачислено 140 студентов. Ведущим критерием для отбора абитуриентов стали высокие показатели единого государственного экзамена. Эта группа студентов оплачивается отдельно республиканским бюджетом. В общей сложности на их обучение заложили порядка 54 миллионов рублей. Студенты полилингвалам будут платить стипендию в 15 тысяч рублей. Мы разработали собственные технологии которые позволяют дать достаточно знаний чтобы наши дети придя в школу могли на трех языках одновременно вести. Конечно, скорее всего этим учителям будут больше платить. Мне так кажется потому что в противном случае то есть это как мы это делаем тоже могу сказать у нас всю практику школьную проходит на языке. То есть вот задавала коллега до вас физику они изучают на русском языке как предмет как науку да с тем методику преподавания начиная физики с 7 по 11 класс они делают на татарском языке. То есть они полностью на татарском языке ставят занятия проходят. Подводя итог вышеизложенному отметим что по предварительным оценкам общее количество заявлений абитуриентов зарегистрированных приемной комиссии превышает 77 тысяч. Подсчет общего количества заявлений поданных на контрактное обучение будет сформирован после публикации списка приема иностранных граждан. Очередное заседание дискуссионного клуба прошло в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Тема «Трансляционная медицина. Правовые, бюрократические и этические барьеры». Ректор Ильич Абгафоров принял участие в программе. Поводом к дискуссии стало предстоящее открытие научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Призванного стать мостом между наукой и клинической практикой. В шоуруме медиа-центра Казанского федерального университета состоялось заседание телевизионного дискуссионного клуба. Обсуждалась тема «Трансляционные медицины. Правовые, бюрократические и этические барьеры». Экспертами были ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов и директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин. В начале встречи ректор КФУ озвучил предысторию вхождения медицинских зданий в состав Казанского федерального университета. Было принято решение создать отдельную площадку. Это место, объединяющее усилия наших врачей, клиницистов и наших ученых, где в основном будут работать медики, которые хотят заниматься наукой и будут работать ученые, наши биологи, в том числе физики, айтишники, которые хотят внести свой вклад в реальную медицину, в клиническую часть, чтобы способствовать реализации в том числе и тех национальных проектов, которые приняты и начали реализовываться указом президента нашей страны. Ректор отметил, что на недавней встрече в Таджикистане поднималась тема развития сотрудничества с университетской клиникой КФУ в области предоставления медицинской помощи, которую Таджикистан оказать не может. Мы будем осуществлять плановом характере лечения и граждан других стран, в том числе из Таджикистана. Три часа лет на платной основе? 100% на платной основе. Более того, медицина в Таджикистане и так платная. Там бесплатная только экстренная медицинская помощь и онкологические заболевания, ну то есть те, которые массовый характер может нести. Там вся медицина платная. Главной же темой встречи стало открытие в ближайшее время научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ. На практике будут использованы новейшие разработки ученых Казанского университета в области медицины. Такая площадка называется прецизионной и регенеративной медициной. Потому что уже до этого на этой площадке у нас был создан биобанк, у нас были созданы помещения для работы с клетками человека, то, что называется регенеративной медицины. Там прекрасная лабораторная база, университет вложился и в это. И вот эта площадка, которая не связана была бы вот этими регламентами и стандартами лечения, она нам потребовалась. Благодаря спонсору и активности наших ученых, так сказать, и ректората, сейчас там, вот я надеюсь, буквально, так сказать, неделя-две и заработает этот центр по сути дела клинических исследований. Была затронута тема инновационных лекарственных препаратов, созданных в нос фармацевтики КФУ. Проект КФУ-01 препарат для лечения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Второй проект КФУ-02 позволяет существенно увеличить эффективность большинства противоопухолевых лекарственных средств, не меняя при этом стандартных схем химиотерапии рака. Эти проекты получили золотые медали 47-й Женевской международной выставки изобретения в апреле этого года. При условии реализации, которую я вам сказал, вот эти нужно барьер преодолеть, пройти первую, вторую, третью, четвертую фазу. 4-5 лет достаточно и поставить в производство. Это противоопухолевый препарат, который в разы химиотерапию улучшает, существующую химиотерапию, при очень малых вложений. То есть химиотерапия сохраняется, но просто эффект ее увеличивается в разы. Это минимальные вложения. В ходе заседания телевизионного дискуссионного клуба КФУ говорилось о трансляционной медицине, где все желающие могли задать интересующие вопросы. Публичные лекции основателей и представителей совета директоров корпорации ХАЕР господина Джан Джуймина состоялась 29 августа в Казанском федеральном университете. Корпорация ХАЕР это китайская компания, крупнейший производитель бытовой техники. Создана в 1984 году, а уже в 2010 занимала 27 место среди 50 ведущих инновационных компаний мира. Днем ранее 28 августа состоялось открытие завода корпорации ХАЕР в Набережных Челнах по производству стиральных машин. При этом надо отметить, что взаимоотношения ХАЕР и КФУ начались намного раньше. Еще в апреле 2015 года ХАЕР и КФУ открыли учебный центр на базе Набережной Челнинского института КФУ Лекция основателя генерального директора корпорации ХАЕР Джана Джуйминия 29 августа состоялась в Казанском Федеральном университете. Примерно полтора часа бизнесмены, чиновники, преподаватели вузов и студенты слушали философию одного из 50 величайших лидеров мира. ХАЕР ведущий мировой производитель крупногабаритной бытовой техники. Накануне 28 августа запустил производство холодильников на собственном заводе в городе Набережной Челны. В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Поворжье Игорь Комаров, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, председатель совета директоров корпорации ХАЕР Джан Джуйминь. Хочется сказать, что в последнее время наша территория является очень привлекательной для многих компаний. на территорию Татарстана, на территорию Набережных Челнов говорит о том, что нам в республике все-таки удается создать хорошие инновационные площадки для достаточно большого количества компаний и говорит о том, что нам удается уйти от только нефтехимического холдинга, используя вопросы диверсификации данных компаний. Казанский федеральный университет уже долгие годы сотрудничает с университетами, компаниями и научно-образовательными центрами Китая. Основными направлениями взаимодействия являются гуманитарные науки, геологии, нефтегазовые технологии и сфер IT. В КФУ успешно работает Институт Конфуции, Центр китайской культуры, научно-образовательный центр Синология, а также Центр по изучению китайского языка и культуры. Сегодня в КФУ обучается 1074 гражданина Китайской Народной Республики. Налажено тесное сотрудничество в КФУ из компании ХАЭР. С 2015 года на базе набережной Челнинского института КФУ функционирует совместный учебный центр ХАЭР-КФУ, оснащенный последними образцами холодильной техники. Здесь студенты имеют возможность приобретать навыки работы с климатическим оборудованием, моделируя возможные неисправности и проводя Центр чем он интересен в том, что там созданы оборудования самые современные что есть на сегодняшний день с учетом возможности подключения к интернету это очень-то премиум класс холодильное оборудование и климатическое оборудование и там проходят у нас практические работы лабораторные работы для студентов. Ежегодно специалисты компании ХАЭР проходят в стенах набережной Челнинского института КФУ повышение квалификации. В течение последних двух лет было проведено пять курсов для специалистов фирмы ХАЭР по повышению квалификации по производственному менеджменту по герарблийским машинам по качеству по английскому языку то есть идет постоянно вот такая работа только за последнее время порядка 150 сотрудников фирмы ХАЭР прошли у нас повышение квалификации. В качестве площадки для единственной лекции Джоан-Джуимения в России стал Казанский федеральный университет. Для меня огромная честь приехать в Казанский университет потому что университет имеет давнюю историю более 210 лет тем более из тем этого университета вышли цели приятные выдающиеся людей Ленин Лев Толстой поэтому выступление в этом сале для меня огромная честь. Джоан-Джуньминь начал свое выступление с экскурсов в 1984 год когда он в 35 лет был назначен руководителем маленькой компании в несколько сотен человек которое имело ужасное финансовое состояние однако осознав всю важность качества и ориентации на потребности человека и человеческий капитал он смог изменить ситуацию Самый главный стимул для развития компании как я уже рассказывал я сейчас уже управляю компанией более 40 лет и у меня такой опыт одним словом это максимизация ценности персонала человека если сможешь это выполнить то компания останется навсегда Сразу после презентации концепции компании Хайер и книги состоялась встреча с ректором Казанского Федерального Университета Ильшатом Гафуровым За короткое время переговоров удалось обсудить уже сложившееся сотрудничество и возможности для его расширения Завершился визит господина Джан Джуминя в КФУ посещением музея Казанского университета и знакомством с уникальными экспонатами и книгами предоставленными для ознакомления научной библиотеки университета Итак, наша программа подошла к концу Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универ ТВ Вел программу Эльдар Каримов Всего доброго